всем привет мои хорошие с вами катя так она gg family посмотрим неожиданно визуальную новеллу называется она мокрые шаги тут есть вроде как даже какая-то озвучка посмотрим шлеп-шлеп по комнате разносится странные звуки кап кап она приближается ко мне и я чувствую как что-то мокрое касается меня проснувшись и инстинктивно попытаться схватить или оттолкнуть это но вода лишь но ладони лишь прошла сквозь воздух не встречая препятствий видите свое имя мы играем за парня да если мы играем за парнем давайте будет макс макс пожалуйста ты мне нравишься начнем как друзья ого люблю прими это нет нет спасибо но нет разочарование оскорбление гнев грусть обида я видел эти эмоции множество раз разве признание в любви должно быть таким для меня это уже стало рутиной допустим я привлекателен занимаясь спортом не так сложно поддерживать свое тело в тонусе но неужели симпатичная внешность это все что нужно для того чтобы стать чем-то партнером среди тех кто звал мне встретиться после школы были разные девушки и красивые не очень толстые стройные сексуальные не так легко получить любую что это раздражает ничего себе парень жалуется что челочки на него вешаются а вот это да звонок известно об окончании учебного дня и я неспешно спустился к раздевалке обычно после занятий девчонки подсовывать мне записки карман куртки наверное у них есть какое-то правило что если кладя записку в карман обнаруживаешь там чужую уступаешь соперница сама становишься в очередь по крайней мере я ни разу не встречал сразу двух девочек после школы хотя может быть они выгнув чужую записку рвали друг другу волосы до моего прихода а на встречу приходила лишь то что выигрывала я снял с крючка куртку командных ничего не было значит сегодня не надо задерживаться отлично мне кажется что эти девушки похожи на зверьков которые ласкаются к человеку в поисках угощения как-то раз я положу в карман конфеты но сладость никто не взял вообще наверно лазит к чужим людям в карманы и противозаконно у выхода из раздевалки меня кто-то ждал девчонка из параллели вроде бы девушка пойдем поговорим она покраснела хотя говорила четко смотря мне в глаза не давай поговорим здесь все равно никого нет она кивнула дай угадаю ты тоже не устояла перед моим очарованием и хочешь признаться мне своих чувствах предложи встречаться малышка глупышка малышка глупышка а ну ты чё я ухмыляюсь она покраснела сильнее после моих слов а ты вкусно что по правилам у нас запрещено ярко краситься девушка не выдержала отвела взгляд дурак дурак внезапно она пнула меня прямо под коленку из-за чего я потеряла равновесие она развернулась и быстро вышла из здания школы мне показалось ли она расплакалась чуть не поделаешь вот такое прекрасный и недоступный я точным движением отбросил челку назад кинул взгляд в зеркало и направился к выходу что это за стеклом входной двери будто что-то мелькнула сверху вниз будто кто-то смотрел за нее прямо на меня смотрел и следил той девочки что убежал вряд ли кто поверит если она станет распускать слухи но случайный свидетель может стать для меня проблемой я притворился что завязывал шнурки опустился на колено и резко побежал к дверям силой распахнув их бам ухты так и есть девочка младше меня она сидела на земле оглядывается с ошарашенным видом одежда на ней была странной точно не наша школьная форма да и вообще что-то непонятное хотя может быть театральный кружок или швейный я подхватил ее под руки и поставил на ноги ты видела что я пойду что вряд ли она слышала о чем был наш разговор за дверей стояли мы достаточно далеко решив себя не компромет не компрометировать я приветливо улыбнулся мы с одной красницей поругались немного не подумал ничего такого она выглядела расстроенной ну не умер кот я пытался успокоить но как видишь не вышло какой же козлина этот макса хотя умер я уже пожалел свои уже ну или хомяк неважно хомячок он был старым и теперь попал в кошачий хомячин и рай ну не плачь она продолжала шмыгать носом видимо любит животных я решила перевести тему на что-то более спокойное кстати а что это за наряд такой это это одеяние понятно нет на самом деле спектакль или мода или косплей она еще раз шмыгнула носом и подняла на меня взгляд надув губки я же сказала одеяние в каком ты классе учишься тогда маленькая ты из нашей школы вообще нашей школе было несколько входов для старших классов средних и младших чтобы в гардеробе здоровые лубы не раздавили таких как эта девочка на матчу классницу конечно она не походила это неважно она не запнуты кто у меня какой-то палкой плетены ленточками с какими-то надписями чего запресс у кого гнил фироу мектусе их кеша боков есть где кого-то вызову очень мило и что это охранное заклинание но она действует только до полудня зато выходит болотница я еще приду завтра после школы чтобы обновить его а нас тоже внезапно поклонилась и быстро ушла очаровательно только сумасшедшей поклонницы мне не хватало или она просто играет на следующий день все повторилось но она же обещала прийти странно одета девочка поджидала меня у входа в школу избегать встречи или подойти ну давайте подойдем слушай может можешь приходить нормальной одежде и кину в сторону идущих мимо 1 года который откровенно таращились на деяния моей собеседницы тем временем она аккуратно постукивала меня своей палкой совсем не больно так что останавливать я ее не стал выпалив скороговорка снова тоже заклинание что и вчера на вздохнула и улыбнулась все порядке она работает но так что насчет одежды она тянула ладони рукава и посмотрю я смотрела свой прикид по моему она милая очень но ты привлекаешь внимание завтра я приду снова никуда не уходи после уроков сказав это она снова убежала сопровождаемая с мешками со стороны учеников мой одноклассник хлопнул мне по плечу какая милая покойница появилась чокнутая все сразу чокнутая на следующий день я обнаружил послание в своем кармане после уроков я бы хотел встретиться за спортзал л.ю. я мог бы игнорировать эти послания но никогда не делал этого то есть его не нравится что все на него вешаются но в итоге он продолжает ходить на свидание к этим девочкам но это очень странно какой-то странный типок моя внешность разбивала чувствительные сердечки девушек а я чувствую ответственность за это господи конечно было больно отказывать им но ничего не поделаешь я не могу убить кого-то из них приняв чьи-то чувства и перейдя в чье-то единое личное пользование кроме того я был научен год им опытом в историях которые читал стоил одной из девушек на честный час такими отразимом как я как в тот же момент она становится объектом травли о господи какая блять остановите этого парня у него самооценка пробила уже потолок школы нет несчастные овечки ведомые мной пастухом не заслуживают такой судьбы и сити тазик я хочу плевать от всей этой ванильности блин и на поэтому я всегда твердо и четко отказывала но перед этим все таки давала мне много счастья в виде встречи со мной господи то вы его задайте сам бог спустился с небес и даровал этим девочкам хотя бы пять минут посмотреть на него и потрогать придя на оговоренное место я обнаружил на траве лежал бесчувств симпатичность от волосца девушка из параллели кажется бы пару раз пересекались на смежных занятиях эй ты в порядке что это способ привлечь внимание или же она действительно придала сознание я аккуратно потряс ее за плечом она выглядела спящей и грудь мерно поднимался и опускалась что-то врезалась мою спину в нос ударил запах тины спина стала мокрой по шее попозже это холодные пальцы подбирать к лицу это ты 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 я не понимал что происходит на подсознательно чувствовал что творится что-то странное пугающе ненормальное слезь меня я цокнул зубами возле пальцев существа краем глаза заметил что у него длинные поломанные ногти резко выпрямившийся попытался сбросить себя это помогая руками парка куда а это наша девочка пришла я почувствовал два легких шлепка потому кто сидел на мне она звезгнула словно от боли и спрыгнула с меня я резко обернулся пытаясь понять что это вообще было болотница тебе сказа оу оболочи за да какая секси она стояла на четвереньках длинные волосы волочились по земле собирая пыль и мусор одета она была в лохмоть из которых стекала вода на спине ноги были прилеплены наклейки или печати символы напоминали те что были нажезливые преследовательницы существо жалость к земле шипела и скулила словно побитая собака напротив него стояла моя знакомая выставив на монстр свой жезл словно меч все выглядело максимально абсурдно чудище девочка в странной одежде другая девушка лежащая на траве рядом со мной и все это во дворе за школу ярким солнечным днем существо внезапно заорало сорвалось место и побежало по дорожке за угол я инстинктивно кинулся за ним девочка жезл не отставала но за углом никого не было только большая уже оставшиеся после вчерашнего дождя я же просила никуда не уходить что это было болотница я же говорила не понял она вздохнула я же говорила за тобой ходит болотница ты и понравился поэтому я тебя охраняю сбежала через лужу да она вернулась к тому месту где болотница прыгнулими и заметил лежащую на траве девушку смотри высосала из нее энергию это что вампир был нет вампир сосуд кровь а это болотница я же говорила девочка указала на лежащую на траве девушку надо ее отнести в медпункт и не оставляй же на улице я глянусь и по сторонам ну кроме нас никого не было хотел ли я переложить ответственность на кого-то еще девочка помогал мне поднять школьницу на спину она почти ничего не весит побочные эффекты у нее выпили часть физической сущности я почти ничего не чувствую не вся девушку но все равно не понимал объяснение моей спутницы можешь пояснить нормально да идем я объясню по пути болотница один из видов русалок обычно ими становится утонувшей девушки еще тело не было найдено и захоронено хотя бывают и юноши если умерли они не своей смертью или сила сильной обидой то обычно превращается в таких неприкаянных живут в нави ладно сразу что-то кс-го вспомнилось живут в нави а в наш мир приходит из вода и водоемов но для воплощения здесь им нужна чужая физическая сущность вот ее она и взяла у этой барышни физическая сущность все в нашем мире яви имеет физическое воплощение параллельно нашу мир существует еще и нафь она находится тут же но на другом уровне понимания это как отражение в зеркале но в нави существует только наши души объяви имеют материальную форму так вот в этом отражении на тебя сидит а так вот в этом тоже на тебе сеть болотница крепко обнимает но живые существа сильно привязаны к своему телу поэтому там она может тебя лишить лишь облизывать ухти фигасе меня передернуло болотница могут направить свои силы мести и воплотиться на короткий миг в нашем мире вот это и хватило вот это и хватило этого мига чтобы кусануть эту несчастную перекачать физического воплощения в себя то есть то есть кусануть она ранена да нет болотница до полного воплощения физически с ней воздействовать не могла просто поцеловал ее высосало немного физического присутствия в этом мире то есть она такой и останется не волнуйся мне плевать просто интересно через какое-то время физического физическое воплощение вернется наша сущность постоянно переходит туда-сюда из нами в яфи обратно чтобы поддерживать баланс ты же наверняка слышу про инь и ян вот тут похожий принцип явь нафин ян звучит как шизофазия через пару дней совсем восстановится а пока пусть поспит тем временем мы как раз дошли до бед пункта который к счастью был пуст и не запер мне бы не хотелось объяснять нашему врачу странно напряженную девочку а странно наряженную напряженную и бесчувственную десятиклассница так воде и сюда я вы поняли указание мой странный знакомый достал свою палочку на чего что-то ворчать себе под нос а потом как врезала полку спящий это еще творишь это для закрепления физическом мире это баф ладно хоть не добавь я смотрю на чуть заметно красное пятно куда пришелся удар сумасшедшая точно кстати меня зовут айрис и тебя бакс приятно познакомиться наверное было невежливо что не рассказал обо всем сразу обычно этого не требуется все мои клиенты остаются довольными но с тобой так сложно ну извините нет чтобы быть послушным мальчиком ходить под бафом ждать пока я не спребью она уселась на ноги спящий как будто совсем не беспокоит что принесет то неудобство я сел напротив а ну да айрис пробормотала свое заклинание тыкнула в меня жезлу слушай а можно не тыкаться нет конечно без физического контакта ничего не выйдет я внимательно рассмотрел ее оружие черные бумажные ленты исписанные непонятными знаками обвивали разветвленный жезл по бокам он был украшен небольшими бубенцами а на его окончании на длинной цепочке все колокольчик при каждом движении все они издавали тихий мелодичный звон значит волшебная палочка жезл смотри тут письмена сутры они концентрируют мои силы и желания и воплощают в нашем мире прикольно да очаровательно а на каком языке они написаны у него нет названия знания о нем утеряны также как и чтение то есть все надписи просто скоперность оригиналов без понимания а то что ты бармотишь так я сама заклинание придумываю так веселее чем мочи тыкать в людей палкой ну и помогать сконцентрироваться просто всякую фигню говорит понятно и ты хочешь чтобы я в это поверил то не обязательно делай свои дела как и раньше зачем тебе это все вот вылечен тебя и гуляй поэт он не показал что она обиделась мой род этим занимается поколениями мне-то доказывать ничего не надо главное что работает ну я пойду давай давай я еще посижу чутка восстановлю силы охранное заклинание на тебе лежит болотница тебя не сможет задеть бред какой-то бред я пытался найти своему объяснение и находил малявка хочет завоевать мое внимание очевидно она не первая кто пытается со мной поиграть была парочка таких и до нее одна из них разыгрывала даму в беде вторая врезалась в меня с бутербродом в зубах кончилось все тем что она подоился и пришлось сделать прием геймлиха но тут явный перебор шиза все легко объясняется попросила подруг помочь одна из них играть чудовище 2 притворяется бесчувственный а вес ну я никогда никого не носил на руках да наверно просто девочки весит немного я сильно я же занимаюсь господи как видит бесит главный персонаж и это я рисовала меня спасти каждый день еще приходит чтобы типа заклинание наложить очень умно многие сами привели меня во дворик за школой асфальт на том месте где на меня прыгнул болотница был все еще мокрым по следам получал что кто-то вылез из лужи сходил к месту встречи потом вернулся обратно а затем исчез мокры следов другие стороны не было что это было злая шутка ли правда я не помню как дошло до дома но в нос то и дело бил тот навязчивый запах тины холодный склизкий сон ищу пальца пальцы я вновь и вновь чувствовал на себе их прикосновение а наше влажное дыхание желание забыться и отмыться запаха и решил принять ванну наверно зря болотница не опустился горячую воду ощущение чужой холодной тяжести на спине начала отступать просто шутка мне просто дурачит я откинулся на спинку и закрыл глаза да все это было уловкой а следы но она могла уйти по траве конечно так все и было она не сможет тронуть тебя всплыли слова аль с моей памяти даже если было правдой то мне не нужно будет беспокоиться да ёпт твою мать она сидела передо мной она тянула ко мне руки они приходят из водоемов так от прянуть или сидеть и не шевелиться давайте сидеть и не шевелить блин надо было сохраниться дайте а можно до сохранить да она сохраняет вами сидеть не шевелиться что происходит я потяну руку на видение тут же исчезла стоило мне дотронуться до существа шиза точно у меня белая горячка нет никакой девочки жезла никакого монстра есть только я шизофрения я вылез из ванной отправился спать завтра с утра надо еще раз на сему типа размыслить и подумайте по ходе психиатру шлеп-шлеп кто-то подходит на кровати кап-кап теплая вода капает мне прямо на нос кап-кап и открывай глаза но в комнате никого нет только мокрые следы на полу напоминать мне ночные гости да вот это да я уже не удивлялся тому что после занятий передо мной снова появилась айрис она переоделась теперь она прям но такая какая-то развратная девочка похвалить ее одежду ну вот другое дело окружающиеся еще пялили самую спутницу на начало было положено может быть не удастся постепенно сделать из нее нормального члена общества макс все нормально было нет не нормально она ко мне приходила вчера в ванной и ночью ну раз ты тут то мое заклинание работает смысле разве она не должна отпугивать несчастье или что это нет совсем нет я же сказала не сможешь закоснуться это самое важное кстати да она резко ткнула мне в жосы и палкой в этот раз без всяких заклинаний как грубо сегодня без заклинаний в этой одежде не колдуется как надо да не переживай я же говорил что вербальная форма только для концентрации нужна я кивнул ладно так что насчет через секундочку так что насчет этого существа болотница да болотница это надолго вообще мне не нравится мыть попа утром ну тут несколько вариантов вообще я их еще не изгоняла так но раз охранные заклинания работы то изгнать получится наверное да ты сядем надо подумать мы расположились на лавочке небольшом сквере девочка жреца достал откуда-то совершенно обычный современный смартфон и принялась искать в нем информацию только не что ты меня лечишь по советам из интернета это смешно да нет я просто оцифровала все старые записи моего рода так гораздо удобней русалки русалки смотри есть несколько видов зависимости от типа смерти мотивов то есть желание крещённые не крещённые но это чушь конечно судя по запаху и мотивам это точно болотница хотя может мавка ты видел не на спине есть что-нибудь но знаешь не был не до этого жаль я бы посмотрела у нее там внутренности видно очень интересно но в нашем деле это роль не играет и те и другие примерно одинаковые значит их мотивам обычно служит причиной смерти либо месть за то что ее убили либо горечь из-за своей смерти в принципе две стороны одной металли и что нам это дает ты никого не топил каждый вечер только этим и занимаюсь ну тогда причина классическая утопилась наша бедняжка от неразделенной любви вот и преследует тебя думаю что ты ее суженый очаровательно впрочем нет ну тут все сходится но в кого как не в меня еще можно было влюбиться даже нечисть не может отвести от меня глаз прием прием макс не аккуратно потыкали палочкой айдис убрала телефон и поднявшись потянулась что делать будем если хочется побыстрее то надо ее просто убить осиновых кольф меня нет у тебя нет серебряной вилки а лучше ножа в принципе и ложка подойдет но ее придется наточить жалко это же против вампиров как уж ты не очень макс это универсальные средства даже люди умирают если в них проковырять отверстие серебряным ножом лечить это кстати да это логично это логично очень смешно нет мне такого у меня нет значит пойдем осину искать сможешь сегодня если ненадолго да тут пара остановок ну поехали по пути мы обменялись номерами телефонов осиновую доску мы купили в ближайшем млм где ее распилили на несколько брусков млм это ли ром мерлен что ли очаровательно дотащишь огромной зеленой сумкой казалось больше девочки да мне совсем не тяжело ты правда дашь остатки мне забирай считая оплату за охрану спасибо ну я побежала к завтрашнего дню выдержу один колу до встречи и она умчалась дали странно одета девочка с огромной сумкой из которой торчали деревянные брусья шлеп-шлеп и снова дома один и вновь из коридора доносятся звуки кап кап что-то стекает на пол пересили в себя и выдвигаясь на встречу от моего прикосновения на должно исчезнуть ведь так угроза затопление соседей данный момент пугала больше чем что-то сверхъестественное я как-то уже свыкся с тем что это существо где-то рядом почему-то было не так страшно из-под двери туалета сочил жижа вот значит где она нашла водную поверхность я резко открыл дверь на унитазе сидела она с волосикого вода а из-под них слышалось сопение блин ну какая красивая болотница увидев меня или заметив мое присутствие она словно обрадовалась ты 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 и она радостно протянула руки на встречу спустить воду коснуться и я кен решительно протянул руку в ответ и коснулся и и у вас не дадутся катиться рука была холодной и мокрой запоздала я понял что так быть не должно она же не может ко мне притронуться или это была моя ошибка на холодный пальцы уже ползли по моим запястьям поднимаясь по ним все выше и выше было не сорадность намечала что-то а мне становилось от этого не страшно а грустно она напоминала маленького ребенка который просто хотел тепла я аккуратно жал ее пальцы и она с тихим вздохом исчезла оставив на моих ладонях полосы ила прибравшись и решила написать адрес твое заклинание не работает она коснулась меня ответ не заставил себя ждать да напиши адрес я сейчас же приеду лишь после того как я отправил ей сообщение садится меня вновь посетила рациональная мысль какая-то девочка с якобы паранормальными способностями я ей дал свой адрес но вспомнить существо из туалета я догнал эти мысли слишком сложно это подстроить ведь так адрес прибежал буквально за полчаса судя по всему она действительно бежала на все раскраснелась она ее одежда тут и там виднелись опилки я поймала себя на мысли что несмотря на то что я так не отразила прекрасен господи адрес была первой девочкой которая сидела вот так у меня в комнате удобно расположившись в компьютерном кресле по глупому спутившись я не нашел ничего умнее чем предложить ей чаю конечно буду она попивала чай рассматриваемую комнату значит у нас есть два варианта первый я буду жить у тебя до тех пор не давай другой я же не закончила и вообще я бы и не стал я приличная девушка второй вариант подумать почему заклинание не сработало из-за твоей одежды наверно нужна церемони церемониальная одежда слушай ведь точно зачем ты же она нужна ладно давай еще раз попробую на проще заклинание в этот раз медленнее тщательно проговаривая слова легонько постукив жезл по мне как на каждом слоге ну как ничего не изменилось алис выглядела расстроенный да не бери в голову раньше я тоже ничего такого не чувствовал да ладно у нас один способ проверить ну или я остаюсь на ночь ни за что шучу я шучу чуть так заводишься она пересела на кровать и похопа рядом с собой ложись голове снова спала мысль что все это постановка они проникли в мою квартиру что все это устроить или нет все проще это галлюциногенные препараты точно ну или мне остается поверить что все вы что все что происходит происходит наяву она приходит когда ты ближе всего к миру нави сильно расслаблен а лучше спишь да похоже на то поэтому сразу поудобнее я буду охранять тебя так лечь на коне на колени адрес или лечь на подушку давайте на колени адрес я опустился на кровать расположен свою голову на колени адрес она что-то пикнула но ничего не сказала мягко и приятно пахнет я закрыл глаза это уже на меня начала наваливаться дрема над нами колокольчики звенят потусторонний мир сопровождаю не бойся что тут нет пути назад я стану не тем кто путь укажет краю краю не краю чего-то от краю который рай который вы поняли да а это стихо пела колыбельную аккомпанируя себе жезву на котором едва слышно подзвекивали бубенчики слова были странными но почему-то меня это не тревожило на борт успокаивал и нагоняла сонливость кап кап шлеп шлеп удар но он был в осени по мне я резко открыл глаза и поднялся а адрес лежала на полу поджал в животу ноги она стояла посреди комнаты но больше ничего не предпринимала адрес она поднялась слегка пошатывать потом резко прыгну прямо на болотницу и стукнула ту же зону прямо по бог монстр удивленно выдохнула и рассыпался миллиона маленьких капелек залив не весь пол в комнате я вздохнула и отправился за швабры ты как сильно ушиблась в порядке вот как-то раз я изгоняла шишигу потом две недели же лежал все синяках ушибах закончу с уборкой мы расселись прямо на полу пользу от моей преследовательницы явно было таким чистым пол в моей квартире давно не был самое главное что заклинание сработало она попыталась тебе сунуться но тут же руки отдернула она тут же руки отдернула что ж ты на себя не наложила ничего не выйдет такая вот инстинга сила может может лишь во благо других использоваться понятно адрес поднялась и за собиралась не хотелось чем-то отплатить этой храброй маленькой экзорцистки нечисти и я вызвался ее проводить до остановки по пути мы больше молчали но мне почему-то очень хотелось поговорить еще о чем пусть даже о шишигах или кикимор да хотя бабе еге слушай а тебе совсем не страшно не ведь таким объяснением мира наоборот страх уходит это неизвестного боишься а когда все понятно откуда что приходит и что сделать может это как гром раньше люди его боялись и теперь все знают что это не гнев богов а просто кстати а что это ну когда молнии бьет звук же не но это понятно забавно что даже не знаю точного объяснения но примерно понимая принимая как это как данность не совсем этого уже не боюсь то есть мне было достаточно чужого мнения на этот счет после того как ты про нафиафи рассказал мне тоже стало не так страшно знаешь я все поблагодарить поблагодарить тебя хотел не за что моя обязанность какой с этого профит ну польза тебя какая ты с это что-то получаешь нет совсем нет он нет у нас никаких организаций никто мне за это не платит да и за победу на нечисть и не кача уровне или там какие-нибудь камни силы получаю в этом нет никакого смысла так зачем просто знаю что ты можешь помочь чтобы сидел и смотрел как они убивают людей я вот не могу я промолчал а чтобы сделал я я же теперь знаю спасибо ладно до завтра алис помахал мне рукой забралась подъехавший автобус ночью никто не приходил никогда даже стало обидно от этого глупо конечно как будто уж привык наступил суббота день не учебный поэтому договорились встретиться с алис парке давайте на этом закончим блин вроде прикольная новелла я уже давненько таких не встречала очень интересно про этих болотниц его прикольная штука давайте я сохранюсь этого я сохранилась так почему тут какие-то сохранения а это мне максим дал эту игру так что дает наверное его сохранение вот если вам интересно и вам понравилась эта игра обязательно напишите и возможно мы с вами ее пройдем полностью я только не знаю надеюсь она не на 20 часов там и и не на 10 плюс даже посмотрим так что если вам понравилась игрушка пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь на канал там колокольчик прожимайте подписывайтесь на различные соседи все ссылочки в описании под видео с вами была катя канал gg family возможно увидимся в следующей серии ты новеллы все это зависит от вас а если нет то увидимся в других видео так что всем всем пока